С первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно. Нами было предложено, давайте сядем за стол к переговору. Ну, надавали по морде друг другу, давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом, не то тесно стало, не то еще чего-то Зеленскому, в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турцию. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России, но Россия согласилась. У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, в договор проект был выброшен в корзину. Это люди, может быть, не все знают, но специалисты в этом участвовали и знают. Поэтому, прежде чем обвинять нас в конфронтации этого конфликта, расширении, надо вернуться за стол к переговорам. Взять, ну, не тот документ новый для того, чтобы остановить войну. Много сейчас говорят контрнаступ, контрнаступ и так далее. Но россияне очень боятся дезинформации. Это правильно. В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Но, должен сказать, самая большая дезинформация – это этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, по-моему, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Безумство один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство. Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим, это у нас, за забором прямо. Поэтому не думайте, что мы тут нагнетаем обстановку и не хотим мирных переговоров, не хотим договориться о мире. Но большое видится на расстоянии, как я всегда говорю, мы еще придем к оценкам, и мы увидим, кто прав, кто виноват. Мы неустанно призываем остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопросов. Подчеркну, диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины Зеленский выдвигает, это не что иное, это уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия у нас сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия?